Самая симпатичная улица у нас, самая популярная, самая ходовая. Улица Новогинская, названная в честь Новогинского пехотного полка. А ведь когда-то, 183 года назад, Новогинский полк участвовал в операциях по Черноморскому побережью. Правда, в Сочи не принимал участия. Это историческая коллизия. Подсвеченные ночью в Вашингтоне. Вон какие-то птички. Сидят, хотя уже темно. Птичек быть не должно. Где? По-тихому? Правильно. Помнишь, ну вот, что вы сдали, там было какого-то, как-то ходило. Куда? Я естественно по-другому называлась. Я такого не помню. Ты ходил со мной. Да? Да, вот мы там были. По-другому назывались. А, ну... Если только очень давно, лет 15 назад. Прям да, совсем давно. Какие замечательные тюльпаны. На самом деле, вот это болезнь тюльпанов. То есть, строго с ботанической точки зрения. А это не очень хорошо. Не очень хороший признак. Пестрые лепестки. Изрезанные края. Вот так Сочи выглядит на 183-й день рождения. Конечно, 183 года назад себе такого никто представить не мог. Что это будет огромный южный мегаполис. Полмиллиона жителей. Это только официально. А, значит, не 5 лет не сделают. И как бы точно больше уже. Я вот тоже жду. Мне интересно. Потому что в моем... Вот в моем детстве город Сочи это 380 тысяч жителей. Ну, вместе со всеми районами. А сейчас очень интересно. Ну, как бы Википедии я не особо доверяю. Никаких гуляний. Никаких задуваний. Поздравительных свечей. Там впереди какой-то шум. Видимо, это уличные музыканты. А так 183 года назад был основан наш замечательный город Сочи. Я помню, как отмечалось 150-летие. 160 лет пришлось на 90-е. 170 лет отмечали, потому что уже участвовали в Олимпиаде, будучи Олимпик Сити. Вот, и 180-летие, естественно, отметили, потому что все-таки постолимпийское наследие. Ну, и душа требовала какого-то праздника. Ох! Тепло. Тепло. О, на этих пальмах, у этих пальм все замечательно, появились цветоносы. Скоро будут цвести. О, я думал, это уличные музыканты. Это что там происходит? Какая-то музыка. Африканская. Шума много, толка нет. Магазины все уже закрыты. Естественно. Время, конечно, тюльпанов. Скоро начнется время роз, юки. А пока тюльпанчики. Пойди обратно, мигман. Новозеландский лен развязали. Все. Освободили его из осенне-зимних оков. Вон еще побеги ползут. Это тоже цветоносы. Ну, через месяц будут свести. Все пальмы. Да, рабочее время закончилось. А вот гляньте, как помпасская трава быстро отходит после жестокой стрижки. Видите, молодые стрижки, молодые листики. Вытягиваются. Не, ну тюльпаны, конечно, шикарные. Опачки. А вот эта пальма заболела. Эта пальма погибла. И вон там погибла. Это очень плохо. Много погибших пальм оказалось. А мы сейчас подойдем глянем. Уже каранды освободили. Да, все. Но это мы обратно будем идти, глянем, да? Как они себя чувствуют. А ведь они могут свести уже в этом году. Там белые тюльпаны есть. Надо будет к ним сейчас подойти обязательно. А здесь они все одинаковые. Ага, вот она. Бешранерия. Гляньте, как замечательно выглядит. Здесь уже почти готовый цветонос. Почти готовый бутон. Шикарно. Фатсия бумажная удивляет своей зеленью. Она спряталась, конечно, там вот в закуточке ее плохо видно. Но она зелененькая. Детский садик. Топовый детский садик. О, звуки. Звуки подготовки сезона. Это такой, знаете, звук апреля-мая. Для Сочи. Вот шикарные пальмы. Переливаются огнями. Всеми цветами. Это хомеропсы. Вот признаков заболевания не видно. Замечательно. И это хорошо. Цветущие тюльпаны. Хризантемы. В несезонный Сочи. Постоянно можно встретить количество растений, превышающие любой сезон. В Сицилии даже свободные места есть. Хотя вечер сегодня очень теплый. В несезонный Сочи. 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 Айвочка у нас доцвела. Лечо, да, закрыт. Ты думаешь, вообще закрыт? Я думаю, нет, просто, ну все, на сегодня закрыт. Ну, Сицилия тоже вон полупустая. Десять часов, да? Финники канарские, вадлири, заболели многие. Где? Тюльпаны. В Сочи их никто не рвет. Прикиньте. Без бога написано. Ботаника. Просто. Это специально, да. Для нашего канала. Ботаника. Новозеландский лен распутали, наконец. Ботаника. Эппл. Якутские бриллианты Эппл. Что за Эппл? Ну, Эппл – это русифицированное произношение Эппл компании Стива Джобса. Вот так вот доцветает Эрика. Все. Сезон ее закончился. Начинается сезон цветущих пальм. Какой? Человек, который нарисовал подружку Байлия, робота, это человек, который нарисовал логотип Эппл. И поэтому такой кожуха. Белое, простое. Белое, простое. Вот они, белые тюльпанчики. Вот эти уже занюханные, видимо. Вот она, Гривилея сейчас светет. С завитушками на Новогинской. А вот это, это жакаранды. Их освободили, наконец, от пленочного тканевого плена. Вот они, перезимовали. Зелененькие. Бутонов не видно. Видать, маленькие еще. Ну, любопытно будет, если зацветут. Ой, тюльпаны аж сюда пахнут. Ну, посмотрим. Интересно, будет же, кран доцвести или нет. Станет, очевидно, где-то, ну, месяц еще. Слушали, да, мысли? Кому в Сочи это надо? Действительно. Вот она. Чудесная, замечательная улица Новогинская. Чудесная, спокойная. В столь поздний час. Без орущей рекламы. Улица Новогинская. Еще катают малышей. Еще гуляют. По улице одинокие прохожие. Парочки сидят на лавочках. Да, а кто? Я не помню. Я же не скажу. Он подарил, а он уже захотел. У него есть даже два брюка. Фатиня готовится цвести. Ладно, сколько пока нет. Чуть-чуть осталось. Ой-ой. А вот этой пальме очень плохо. Да. Вкусно? Она все. Ну вот эти зелененькие. Вот она, вот-вот-вот-вот-вот, гляньте. Вот он, цветонос. Готовится цвести. Ой-ой-ой. Распомнил. Вынимай, да лучше заработать. О-о-о. Пап. А. Помнишь того гигантского на экскурсии? Кого? Гусеницу? Да. Ну и? Аня, расскажи. Да, она такая вот ганская зима. Это... Ну, да. И давильщик где-то на экскурсии в ботаническом каком-то месте, я не так помню. Ой, господин, нахуй. Вот она, когда зацветет, будет шикарно. Никого на площади. Хотя сегодня самый классный повод сделать гуляния. Но нельзя. Вот эта зеленая подсветка, которая появилась у нас в 2007-2008 году, она, конечно, классная. Очень многие места Сочи после этого выглядят таинственно. Во всяком случае, необычно. Помогает подобная подсветка подчеркивать вечно зеленый статус нашего города. О, розы готовятся цвести. Чуть-чуть осталось. Там цветет гривилея. А здесь вот тоже очень необычные тюльпаны. Тюльпаны и капуста. Опять капуста. Ну, это тюльпаны. А вот это цветущая капуста. Сочинский тренд последних нескольких лет. Даже сахарной ваты сегодня нет. Пойдемте глянем, как вот это классно выглядит. На Новый год в Сочи так украшают обычно. Симпатично выглядит. Я хочу просто напомнить, это самый центр Сочи. Вот здесь у нас фонтан. А когда-то была пальма. Главная пальма Сочи. А сейчас безумные эффектные спецэффекты. Вот так вот все. Елочки нет. А вот и один-м Удачный показ. Удачный показ. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok